В Советском Союзе, пожалуй, не было человека, который бы не знал о подвиге Михаила Девятаева, на немецком бомбардировщике, совершившего побег из концлагеря с группой товарищей. О нем написаны книги, сняты документальные художественные фильмы. И что в них правда, а что художественный вымысел, разобраться было непросто, да в общем-то, казалось, и нет смысла разбираться. Но шли годы, и что-то накрывала волна забвения, а что-то только освобождалось от грифа секретно. Вот и сын Михаила Петровича, начав подробно заниматься биографией отца, не перестает открывать все новые факты, которые считает своим долгом донести до широкой общественности, в первую очередь до молодежи. В 1957 году, когда им присвоили звание Героя Советского Союза, ему было 40 лет. И потом еще 45 лет он ездил по всей стране, писал книги, занимался фильмы, рассказывал. Ну, о подвиге, естественно, тут уж никуда не денешься завтра. Но, как мог, рассказывал и о том, что было в концлагерях. Но на самом деле я вам могу сказать, что я занимаюсь этим. Вот я на пенсию ушел 5 лет назад и понял, что надо заниматься только отцовской темой. И когда я сейчас читаю и вижу то, что написано, ну, вначале потом не спишь. Детям очень трудно рассказать о концлагерях. Взрослым очень трудно, вы не поверите, что там было. Вот эта изощренная машина, высокоинтеллектуальная немцев, немецких фашистов, это просто представить себе невозможно. Угнов, бомбардировщик из немецкого ракетного центра, группа военно-пленных доставила нашей армии бесценные данные о производстве фашистами первых в мире крылатых ракет и точные координаты базы Пенемюнда. В результате чего немецкие ФАУ так и не смогли стать оружием возмездия, как планировало германское командование. Это факт установленный и задокументированный. А вот то, что в случае неудачи беглецы, согласно инструкции, должны были быть не просто казнены, а разорваны специально обученными собаками, это уже детали, которые знают немногие. Поэтому уверенно можно сказать, что члены группы Девятаева совершили полет из ада. Собственно, так и называется выставка, открывшаяся в конце апреля в филиале Ульяновского областного краеведческого музея на улице Гончарова. Примечательно, что именно в этом здании, хорошо знакомом каждому ульяновцу, в годы войны размещалась школа военных летчиков, также ковавшая оружие победы. Наш край на протяжении более чем уже 90 лет, собственно говоря, занимается подготовкой пилотов и военным, и гражданских. С 1931 года по 1945 год у нас работала школа пилотов и летчиков, которая только в годы войны подготовила 780 пилотов-истребителей, 317 бомбардировщиков. Ну вот эта выставка, которая здесь представлена, она, половина ее посвящена, это, конечно, главная фигура Михаила Петровича Девятаева, но вообще здесь судьба 18 человек, в том числе того экипажа, который принял участие в этом его побеге, и затем другие советские летчики, и кроме того еще трое французов, которые сначала из Вишистской Франции перелетели, а потом уже в Нормандии-Неманной эскадрильи летали, и один американский летчик. О подвиге Девятаева долгое время никто не знал. Лишь с 1957 года, когда Михаилу Петровичу было присвоено звание Героя Советского Союза, о нем стали писать. В дом героя пошли мешки с письмами со всех концов необъятной страны. Другим нашим летчикам, также угонявшим с немецких баз к своим вражеские самолеты, было дано имя «Девятаевцы». Удивительно, но даже сейчас о подвиге легендарного летчика мы знаем далеко не все. Сейчас, а Михаил Петрович, мы все знаем или еще что-то будем открывать? Нет, конечно. Узнать больше об этой странице истории страны и победы ульяновцы могут, посетив выставку, развернутую на третьем этаже литературного музея «Дом Гончарова». Работать она будет до 6 июня. Владимир Коршунов, Анатолий Рассохин. Специально для Улправда ТВ.